Всем привет! Это вторая часть 63-го транспортного блога. И эта часть, как я говорил, будет посвящена автобусам. Поговорим про возможную поставку в ближайшем будущем БУ автобусов из Москвы. Предполагается, что их количество будет 50 штук. С наибольшей долей вероятностью это будут автобусы ЛЯЗ-4292. И да, автобус продолжает уменьшаться в размерах, что не может не печалить. Также надо отметить, что скорее всего эти автобусы пойдут не в плюс выпуска, а в первую очередь на замену ЛЯЗам автоколонны, которые в ближайшие месяцы скорее всего перестанут выходить на линию, потому что нужно распродавать имущество автоколонны. Другой вопрос, когда это произойдет и когда придут эти самые автобусы из Москвы. Потому что между этими двумя событиями может быть некоторое время. И что выпускать в это самое время, вопрос останется открытым. И вполне возможно, что автобус вообще окажется на грани закрытия, что совсем-совсем плохо. Теперь переходим к другим новостям. Похоже, что управление транспортом во главе с Михно решили сделать какой-то свой вариант концепции развития транспорта и пытаться изменить все. Потому что изменений, связанных с автобусом конкретно, стало очень много. Постоянно какие-то изменения, продления. Любопытно, что если автобус все как-то пытаются изменить, при этом не закрывая маршруты. В отношении троллейбусов единственное, о чем сейчас говорят, это закрыть все. Ну и там новые линии, но это там в такой отдаленной перспективе. А то, что можно изменить ныне существующие маршруты по ныне существующим линиям, про это как-то особо даже не заикаются. Хотя вот мы, допустим, предлагаем. Ну, я про это уже говорил в одном из предыдущих транспортных блогов. К чему я это все веду? В ближайшие дни, если не уже, 21-й автобус меняет свой маршрут следования. Если раньше он ходил от Недостоева до Глобуса, по улицам Ленина и Есенина, то сейчас 21-й автобус планируют изменить. И его, во-первых, продлевают до ДПР-5, а во-вторых, его пускают через Нити и по улице Маяковского. Честно говоря, не понимаю смысл этих изменений. Хотя, с другой стороны, да, все-таки. Муниципальный автобус около Нити, ура! Но столь длинный маршрут, вопрос, вот, а нужен ли он, если рассматривать всю систему транспорта целиком? Почему я вообще решил про это заикнуться? Потому что ставится выпуск 25 машин максимальной. И с наибольшей долей вероятностью на этот маршрут выйдут, опять же, тверские машины. То есть, выйдет субподрядчик. И это будут пазики, наверняка. Может быть, все-таки Рантранс пришлет от какие-нибудь МАЗы или даже Волгобасы, но это прям совсем что-то из разряда фантастики, на мой взгляд. А то и ВЕКО могут прислать, хотя они все-таки комфортнее пазиков. Но тогда этот самый общественный муниципальный транспорт мало чем будет отличаться от той же 73 маршрутки. И более того, даже находиться в более проигрышном положении, о чем мы сейчас тоже поговорим. Таким образом, 21 автобус начинает напоминать гибрид 73 маршрутки с одной стороны и 34 автобуса с другой. Судя по тому, что уже 17 автобус пустили частично по маршруту 34, появляется ощущение, что хотят выбивать 34. Но получится ли это? Большой вопрос. Может быть, действительно и не ставится цель выбивать маршруты дублеры. Но тогда зачем только еще больше дублировать сеть? С другой стороны, надо все-таки отдать должное, что если рассматривать именно финансовую составляющую троллейбусного управления, то это будет ей даже в плюс. Потому что если будет ходить 25 пазиков, и они будут заполнены, потому что люди начнут их ждать, то даже 10% выручки с этих 25 пазиков будут все равно больше по объемам средств, чем один автобус, который перевозит, ну, три калеки, и которого толком никто не ждет. Также остается открытым вопрос насчет заезда в 21 автобуса в Семчино и в Ворошиловку. То есть сейчас в Ворошиловку вот этот вот единственный автобус заходит постоянно, в Семчино два раза в день. Будет ли оставаться автобус УРТ на этом маршруте, будет ли он ходить по такому же маршруту от Недостоева до ДПР-5, тоже неясно. Хотя, на мой взгляд, смысл этих заездов в Ворошиловку и Семчино довольно-таки сомнительный. Но вот нисколько в том плане, что какие-то там связи Семчино и Недостоева, например, или там в Ворошиловке и Конещево, они, может быть, и нужны, да только вот народ ими не пользуется. И более того, когда жители Конещево садят в 21 автобус и думают уехать в центр на нем, они очень сильно возмущаются, когда автобус внезапно заворачивают в Ворошиловку. Таким образом, они могли подождать ту же 73-ю, сесть в нее и доехать гораздо быстрее, чем на 21 автобусе. Плюс еще не забудем о том, что 24 автобус, в общем-то, более-менее ходит. Его, по крайней мере, заставили нормально ходить. И связь Ворошиловки с внешним миром не прервется в таком случае. То есть, на дворе уже не 2018 год, когда с этим была, ну, реально острая проблема. И можно, в принципе, и пожертвовать заездом в Ворошиловку. Так что, 21 автобус тоже поменяли. Может быть, для УРТ это даже к лучшему. Потому что не скажу, что таким образом автобус дублирует там какой-то другой автобусный маршрут или троллейбусный. Но такими темпами, навряд ли, я думаю, можно выбить маршрутку. Теперь переходим к вот чему. Я хотел поговорить об этом еще, когда 7 автобус продлили до улицы Крупской. Но скажу сейчас. Давайте посмотрим, каким транспортом предполагается выбивать коммерческий. Вот, смотрите, вот это паз-вектор. Такие автобусы ходят на маршруте номер 88. У пассажировместимость, у него сзади низкопольная площадка, до которой, правда, еще нужно добраться, но такое. Но она все-таки имеется. И там можно вполне себе стоять. Ну, а вот чем, собственно, выбивают эту самую 88 маршрутку. Это паз. Во-первых, это паз более старого поколения, он высокопольный. Во-вторых, он по вместимости меньше, он по размеру меньше, чем паз-вектор-некст. И получается, что это наоборот. Мы вроде как улучшили, не намного, но все-таки улучшили ситуацию с общественным транспортом в плане коммерции. Но при этом пытаемся их, наоборот, утопить вниз. Вот таким вот странным способом. Причем эти пазики из Твери, их техническое состояние-то не очень хорошее. Пазики, да даже паз-вектор, они, в общем-то, убиваются. Я не так давно видел паз-вектор на 99 маршруте, он уже прогнил. То есть, вот в таком состоянии пазики. И в ближайшие годы эти пазики будут такими, мне кажется, корытыми. Да, в общем-то, уже видно, что ходят по тому же седьмому автобусу или изредка попадаются на 53-м. То же самое, наверное, никогда ждет паз-вектор. И не факт, что коммерция решит это все дело обновлять. И они просто закроются. Интересный, хитрый план. Вырисовывается. Но меня лично просто удивляет тот факт, что большие пазики вытеснять хотят меньшими. То есть, комфорта для пассажиров меньше. И вопрос, можно ли таким образом выбить 88-ю? Я думаю, что нет. Ну и еще одна новость. Она не такая, на мой взгляд, значительная, но все-таки ее надо посмотреть. 30-й автобус собираются пустить к новой больнице скорой медицинской помощи. Но опять же, не забываем, что 30-й автобус, открытый не так давно, является дублером 9-го троллейбуса. И 30-й автобусы в количестве, по-моему, сейчас трех штук, все так же едут впереди того самого 9-го троллейбуса, отобирая у него пассажиров. Пытаясь отобрать у него пассажиров. И никак это изменение не улучшит ситуацию. Тогда уж, может быть, стоит пустить 30-й автобус, например, по улице Высоковольтной, чтобы уменьшить это самое дублирование. Или даже по улице Высоковольтной, потом по Весенней, Чкалово для замены 58-й маршрутки, которые изменили путь следования по непонятным мне причине. И какой там смысл 58-й маршрутки получается, и получается еще минус один маршрут около вокзала, скорее всего, попытаются увеличить выпуск на 30-м автобусе, что еще сильнее ударит по троллейбусу номер 9. Но возникает вопрос, а сможет ли выжить 30-й автобус? Ну просто я вижу, в каком состоянии машины, которые по нему ездят, и это по большей части лютый трэш. Опять же, эти пазики ржавые, гнилые. Учитывая, что 88-я маршрутка все еще ходит, и у 9-го троллейбуса небольшой интервал, я сомневаюсь, что 30-й автобус может долго протянуть. И таким образом странно брать маршрут, у которого не так много шансов на выживание, и пускать его в СМП. Он пропадет, а связь-то потеряется. Так что, на мой взгляд, довольно-таки опрометчивым является решение пустить в СМП именно 30-й автобус. Ну а на этом все.